Ваня, а ты знаешь, что Джон Джонс недавно опять попал в очередной скандал? Не знаю, как после такого кто-то может называть его лучшим бойцом в истории ММА? Слушай, но тут я не соглашусь с тобой, ведь мы в большей степени оцениваем навыки бойца в октагоне, а не скандалы за его пределами. Но не знаю, как по мне, лучший боец в истории ММА – это лицо спорта. А если этим лицом будет Джонс, это определенно будет оставлять неприятное послевкусие. Как по мне, Джонс этого звания недостоин, и сейчас я попробую объяснить почему. Ну окей, давайте чуть-чуть поспорим. Сейчас мы выразим свои аргументированные мнения на этот счет, а вы сами решите, кого из нас поддержать. Погнали! Готовься проиграть! Начнем с того, что Джонс, по факту, за всю свою карьеру ни разу не проиграл. Ни одного поединка! Да, у него есть поражение от дисквалификации, но к этому серьезно никто не относится. Ведь останови Рэф тот бой чуть раньше, а у него были на это все основания, Джонс спокойно победил бы техническим нокаутом. Ну и что мы имеем? Мужик дерется в UFC уже больше 10 лет с настоящими монстрами полутяжелого дивизиона, соглашаясь на бои с самыми жесткими оппонентами и выносит их всех. Ну и о чем тут вообще говорить? Однозначно лучший. Во-первых, как я уже сказал, это постоянные скандалы Джонса. За последние 5 лет Джонс то и дело становится участником скандальных заголовков. История с наркотиками, вождением в нетрезвом виде, ношением оружия без лицензии и прочей жестью никак не вяжется с понятием величайших всех времен. Более того, в 2015 году Джонс, будучи в затуманенном состоянии, въехал в машину, за рулем которой находилась беременная женщина и скрылся с места аварии, даже не узнав о состоянии пострадавших. Ну камон, разве можем мы такого человека называть лучшим представителем ММА и примером для подражания? Хорошо, если вам достаточно того, что Джонс дважды победил DC, пусть один результаты изменили на No Contest, но бой-то он выиграл, дважды выиграл у Алекса Густавсона и перебил практически всех легенд в полутяжах на пике их формы, то как вам то, что Костя стал самым молодым чемпионом в истории организации в 23 года и 8 месяцев, два раза забирал титул и провел 10 успешных защит? Он выиграл каждый состоявшийся титульный бой, в котором участвовал. Пояс как будто бы сам просится на его талию, зная, кто его хозяин. И после этого у вас еще остались какие-то сомнения? Во-вторых, это эпизод с допингом. У чувака в крови обнаружили метаболиты Туринобола, которые относятся к метаболическим стероидам. Конечно, Джонс придумал отмаз и сказал, что Туринобол попал к нему в кровь с таблеткой Виагри. Но, вместе с тем, параллельно мы могли наблюдать, как Джон тягает нереальные веса в тренажерке, развиваясь в этом аспекте семимильными шагами. Да и метаболиты этого вещества потом еще не раз были обнаружены в крови чемпиона. Само собой, в UFC Джона отмазали, тему замяли, а запашок-то остался. Окей, вот вам десерт. Тот аспект, который действительно восхищает. Ведь Джон дважды, дважды Карл зачистил полутяжелый дивизион от двух поколений самых опасных убийц в весе до 93 килограмм. Он пришел и уничтожил Руа, Рампейджа, Мачиду, Рошада, Белфорта. Затем произошла смена поколений в дивизионе и все изменилось, но чемп-то остался. И после этого он пригвоздил Гуся, DC, Тейшейру, Энтони Смита, Тиаго Сантоса и Дома Рейса. И пусть два последних боя были близкими, но в обоих Бонс включился на чемпионских раундах, проведя первоклассную работу на повышенных скоростях. Претенденты не сделали достаточно, чтобы забрать пояс, и именно чемпион не позволил им этого сделать. На мой взгляд, на данный момент времени Джон абсолютно безальтернативный претендент на звание The Greatest of All Time. Ну и наконец, если мы уж говорим о спортивных достижениях Джонса, то и тут не все так гладко. Безусловно, до своих скандалов Джон являлся крутым бойцом и настоящим чемпионом. Но сейчас я так не думаю. Гляньте два крайних поединка Бонса. Оба этих боя Джон проиграл. Да, судьи отдали победу Джонсу, но по факту до боя он слил. Что Сантос, что уж тем более Рейес, забрали в этой битве больше раундов, чем чемпион. Да, бои были близкими, но Джон их проиграл. И теперь каждый это понимает. А от ореола неуязвимости Джона Джонса не осталось, если да. Конечно, все эти скандалы безусловно подпортили репутацию чемпу. И я не знаю ни одного человека, кому бы понравилась эта сторона Джонса. Но все-таки мы говорим о лучшем бойце в истории ММА. Человеке, который доминирует и показывает чудеса в октагоне. И по этим критериям Джонс безусловно будет лучше. Не знаю, не знаю. Я считаю, что боец не должен разделяться на человека в октагоне и вне его. Если человек нарушает правила и плюет на всех, я бы не хотел, чтобы молодые ребята брали его для себя в качестве примера. Если ты согласен с моими доводами, поддержи меня в комментариях. А если тебе не знакомо слово мораль, то поддержи Ваню с его позицией. В общем, пиши в комментах, чьи аргументы ты счел более объективными. И голосуй за то, кто же должен победить в этом споре, я или Илья. Ну а ты был на канале It's Time. Обязательно подпишись и тыкни колокольчик, чтобы не пропускать весь этот огненный контент, который мы для тебя готовим. И пробей свой бойцовский лайк. А это был Иван Невымин. Это Илья Герасимов. Пока. Чао, помбео. Ты можешь выйти, подожди. Я вижу, что ты как Амем потихонечку все делаешь. И после этого он пригвоздил DC, Гуся, Рэмпейджа, что тут? А еще здесь. Пока. Чао, помбео. Или бомбина. Бомбил. Бомбил. Жопу, бомбил. Давай, мы как бы вырубаем.